На Мострюковских озерах, куда съехались более 2000 человек, продолжается самый масштабный молодежный форум Привожского федерального округа Иволга-2015. Его участники уже приступили к презентации своих проектов, для реализации которых необходимо выиграть грант. От количества идей голова идет кругом. Ольга Крылатова из Кировской области много месяцев придумывала «Лекарство от одиночества и нерешительности». В итоге родился проект, в котором с помощью лиц киногероев участникам предстоит пройти так называемый ролевой квест, после которого, уверена девушка, даже самый зажатый человек способен стать общительнее и увереннее в себе. Мы не всегда можем подойти к кому-то и познакомиться, и сказать свою мысль, как-то ее объяснить. А здесь, когда ты в роли, допустим, Алана из «Мальчишника в Вегасе», или как у нас были литературные герои, там, допустим, этот же Александр Грин, ты можешь подойти и сказать «О, привет, я Саг Галифонякис, я Аллан, я хочу сделать это, это, это». И уже намного проще. А потом, после квеста, ты можешь уже идти и общаться с этим человеком дальше. В этом году в рамках молодежного форума «Иволга-2015» пройдет 9 смен, среди которых и федеральная инновация и научно-техническое творчество. Здесь среди прочих участников презентовать свой проект будет Луиза Кирасирова, которая расскажет о приборе контроля, реабилитации такого заболевания, как ДЦП. «Как пациент, так и врач сможет проследить динамику процесса восстановления, так как на экране монитора будут показываться и результаты предыдущих реабилитационных тренировок. На основе этих данных возможны коррекции лечения и прогноз темпа и скорости восстановления». На поляне Мострюковских озер развернулись десятки шатров, где для участников форума проходят встречи с экспертами и мастер-классы от известных бизнесменов страны. Для будущих предпринимателей и просто интересующихся Барри Алибасов-младший провел лекцию на тему успешного начала и ведения бизнеса. «Я приехал в первую очередь, в первую очередь тырить их находки, вот на самом деле, потому что у них мозг гораздо более открытый и почему бы не воспользоваться. Причем я их же, им же за эти находки заплачу, они же это и будут делать. Я сюда приезжаю, нахожу толковых ребят, рассказываю им, как надо работать и им же начинаю передавать заказы». Одной из основных тем форума по традиции стала политика. О том, какую роль она играет в формировании сознательного общества, рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. «Будущее в значительной мере определяет теми решения, которые принимают сейчас, которые будут приниматься через 5-7 лет, и кто их будет принимать. Вот они и будут принимать. Рано или поздно все они придут в политику. Вопрос в том, с чем они туда придут и для чего. То, что людям не все равно, это очень хорошо». Большинство слушателей заинтересовала тема реформа органов местного самоуправления, которое сейчас набирает обороты в Самарской области. Для гостей из других регионов сама идея, что власть таким образом может стать ближе к народу, стала открытием. «Деятельность общественных советов также имеет очень важное значение. И то, что население на самом деле имеет огромные возможности для влияния на органы власти. Именно поддержание своей, скажем так, политики». На фоне непростой ситуации, которая сегодня сложилась в мире, участников форума учили также понимать друг друга без слов. Гостями на форуме стали и представители государств Китая и Швейцарии. Для них работала смена, посвященная сплоченности и дружбе народов. Поделившись на команды, состоящие из разных национальностей, им из простого конструктора предстояло сложить символ дружбы. «Несмотря на то, что мы из разных стран и у нас разные культуры, мы приходим на форум, говорим друг друга здравствуйте и общаемся посредством жестов и улыбки. У нас нет особых проблем, чтобы строить что-то вместе. Мы счастливы быть здесь». «Сначала мы решили, что построим небольшой дом, но с большим крепким фундаментом, в который мы вложим разные цвета, который представляет разные национальности, разные культуры, разные народы. И чтобы в этом доме, хоть и небольшом, было место для каждого». В этом году в форуме принимают участие более двух тысяч молодых людей со всего Приволжского федерального округа. Идеи участников оценят эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат финансовую поддержку на реализацию. Грантовый фонд форума в этом году 11 миллионов рублей.